Всем привет! Равон, новые цены и новинки. Про цены. До 1 апреля цены на машины поднялись в среднем от 15 до 40 тысяч рублей. Повышение цен связано с увеличением с 1 апреля этого года ставок по утилиционному сбору на автомобильную технику в России. Утилиционный сбор для легковых машин с объемом двигателя от 1 до 2 литров вырос на 90%. Собственно, модельный ряд Равон с объемом двигателя 1,25 и 1,5 литра подпадает под данную ставку. Все автомобили Равон производятся на заводах GM Узбекистан и импортируются в Россию, сообщает пресс-служба Равон. Вторая волна повышения цен будет происходить постепенно, но компания Равон, пришедшая в Россию в 2016 году, чтобы быстро закрепиться на нашем рынке, по сути прибегла к демпингу. По-русски демпинг – это продажа товаров и услуг по искусственно заниженным ценам. Демпинговые цены существенно ниже рыночных цен, а иногда даже ниже, чем себестоимость товара или услуги. Так вот, цены на машины, на модельный ряд Равона, были занижены примерно на полторы тысячи долларов, чтобы успешно конкурировать на нашем рынке, чтобы быстрее закрепиться. С мая месяца все цены будут постепенно поднимать, чтобы выйти по продажам в плюс. Про модели и новинки. Ранее сообщалось, что Равон Джентра будет лимитировано поставляться в России до октября месяца. По новой свежей информации, поставки Равон Джентра в Россию прекратятся уже в июне. В августе на московском автосалоне будут представлены рестайловый седан Равон Р4 и кроссовер Равон Трекер на базе Шевроли. Седан поступит в продажу в ноябре этого года, Равон Трекер в феврале-марте 2019. Равон Круз поступит в продажу также весной 2019 года. И какая это будет версия, рестайловая или нет, пока не сообщается. Всем пока!